Приветствую вас, Елена. Вы, к сожалению, то, что вы описываете, к сожалению, является манипуляцией. То есть вы, на мой взгляд, описываете достаточно манипулятивные такие темы. Приёмы, которые вы можете использовать для того, чтобы донести там уже то, что вам хочется, но при этом вы не совсем вероятно честны с собой и честны с мужем. По какой причине так происходит? Так происходит, как правило, по причине того, что изначально вы привыкли общаться не совсем, как бы это сказать, не совсем. Может быть, на равных, не совсем искренне, не совсем как-то вот справедливо, да? Вот, и мне думается, что тот факт, что ваш муж не вносит вашего мнения, тоже имеет под собой какое-то основание. Мне так кажется. Что это значит? Ну вот. Основание. Что значит основание? Имеет. Обнование. Это значит, что человек научился реагировать подобным образом на ваше поведение. Которое для него почему-то выглядит, ну, я бы сказал, достаточно болезненным. Вот. По какой-то причине. Поэтому. Вот. В первую очередь, в первую очередь, нужно, как мне кажется, проанализировать то, что вы, то, как вы себя ведете с мужем. Вот. То, что вы ему говорите. Вот. То, что вы ему пытаетесь донести. Ну, условно говоря. Вот. На мой взгляд. В dla сом��� еไ Hopefully, необходимо, необходимо, необходимо переследовать ваше поведение. besonders другие. Соответственно, необходимо необходимо, потребуется ваше поведения, необходимо будет преследовать ваши позиции. И таким образом будет как-то более-менее ясно уже, что именно вы там, грубо говоря, делаете не так, да, что вы, как вы, ну, как вы действуете, как вы себя ведете и т.д. Вот почему мужчина воспринял ваши, ну, слова, как воспринимает, точнее, воспринимает ваши слова, как, ну, агрессию какую-то, что ли. Ну, вот, и т.д. Это, на мой взгляд, очень важный момент. На мой взгляд, очень важный момент. А, значит, на что еще хотел бы обратить ваше внимание? Вот то, что вы говорите. Значит, я пытался настаивать на своем, разными методами. Понимаете, очень важно настаивать на своем в том, что касается вас. очень важно настаивать на своем в том, что относятся только к вам. Ну, не относятся, например, к, ну, к вам, а относятся, к примеру, ну, к другому человеку. Вот, и это тоже достаточно важный момент. Поэтому нужно смотреть, в чем именно вы настаиваете, по поводу чего вы настаиваете, как вы настаиваете. Это тоже очень важный момент. Вот, потому что то, как вы настаиваете на своем, ну, условно говоря, на своем, вот, ну, достаточно на многие вещи влияют. Достаточно сильная на многие вещи, причем влияют. Поэтому, на мой взгляд, вам, значит, это нужно поисследовать обязательно. Обязательно. Вот. Потому что если муж воспринимает ваше настаивание как акт угрозы, акт агрессии, вот, то важно, чтобы вы поменяли свое поведение, да, изменили свою форму. Не на то, что вы перечислили, а на, скажем так, более, может быть, искреннюю, но более, ну, на более самобычную, что ли, на более естественную для себя. Вот. При этом говорят только о себе. Это называется метод бесконфликтного общения. Метод бесконфликтного общения. Что это называется. Вот. И, собственно, есть ощущение, есть подозрение, что таким методом-методом не конфликтного общения, а общаться не умеет. Не потому что вы, значит, плохая какая-то. Вот. Ну, в первую очередь, потому что про пресса не привыкли. Просто нет опыта. Нет опыта такого у вас. Страшного, на мой взгляд, в этом ничего нет и быть не может, но если вам хочется сохранить отношения с мылем, то имеет смысл что-то менять, имеет смысл что-то делать, иметь смысл как-то, ну, наверное, раскрывать, себе раскрывать свои значимости, да и так далее. Вот, значит, вот такая примерно история, такой примерно момент я мог бы вам сказать, мог бы вам дать в качестве обратной связи. Можно, можно наладить абсолютно любые отношения, но для этого необходимо работать над собой, вот. Нет, такая история, что вы хотите кого-то исправить, ну, например, своего мужа. На значение, что вы хотите всего изменить. Вот изменить, что важно, изменить, менять, никого не получится. Вот, потому что, ну, все люди, все, ну, условно говоря, хотят быть собой у всех, у всех свои позиции, да, у всех свои позиции, да. Вот, у всех своя такая, там, точка зрения, вот, у всех свое отношение, вот, у всех свои цены, все это очень важно понимать. Вот, Елена, Елена, поэтому такая вот история. Причина, почему муж себя так ведет, не особо важная, а важная, важная, я бы сказал, немножко, немножечко, немножечко другое важное, более важное, там, то, это то, как получилось. Как сейчас, получается, такая реакция вашего мужа, вот, как сейчас выходит, выходит, что муж реагирует таким образом, что он в этом видит, вот, и, соответственно, кто в этом видите вы? Мне кажется, что вы видите, не выражение своих, условно говоря, чувств, да, а вы видите, на мой взгляд, борьбу, какая-то борьба, да. Ну, на мой взгляд, как мне видится, я, понятное дело, могу ошибаться, и вот, соответственно, мужчина, скорее всего, видит это точно так же. Скорее всего, скорее всего. Вот. Вот. Негативного в этом ничего нет, ну, просто это нужно корректировать. Вот. А мы что, сейчас, сейчас это ведет, блин, никуда, никуда. На мой взгляд, на мой взгляд, пока, по крайней мере. Вот. То, что я могу вам сказать. На этом, пожалуй, все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что моя, так сказать, картинка вашей проблематики позволит вам сформулировать обратную связь, что подходит началом для психотерапии. Всего самого доброго. Всего самого доброго.